Учение Амурской воды привезли в Хаварус гелегаты из города Побратима, Портленд. Американские специалисты признаются, что у них чрезвычайные ситуации с водой случаются редко. Их опыт работы в России это прежде всего опыт научной работы. Главное преимущество заграничных детекторов в том, что они быстро дают результат. Что сегодня и продемонстрировали ученые двух стран. Наталья Корченкова с подробностями. Накануне экологи взяли пробы воды и грунта в трех местах. В районе Тунгуски, Амурской протоки и Уссури. Сегодня американские делегаты распечатали подарки. Портативный детектор экспресс-анализа. С ним можно работать прямо у реки. Во время чрезвычайной ситуации на Амуре хабаровским ученым приходилось носить за собой громоздкие хроматографы. Говорят, некоторые приборы до сих пор в ремонте. Впрочем, этот, портативный, показывает лишь общую картину. Так он определил, что во всех трех створах вода грязная. Причем при изучении амурского ила детектор зашкалил. Это значит, что количество загрязняющих веществ на дне оседших гораздо больше, чем в толще воды. Чтобы распознать собственно загрязняющие компоненты, эксперты загружают более совершенный хроматограф. В Америке его стоимость 30 тысяч долларов. Хабаровскую и тот, и другой аппарат передадут безвозмездно. В память о дружеских связях городов-побратимов. Подобные приборы очень распространены в Америке. Но у нас нет таких чрезвычайных ситуаций, как в России. И главный результат сотрудничества. Ваши специалисты получают доступ к американским технологиям, а мы научный опыт работы. С американскими технологиями знакомятся специалисты горводоканала. Именно там будет стоять новый хроматограф. Компьютер запрограммировали на выявлении целого набора веществ. Бензол, ксилол, талуол и другие. 15 минут и результаты готовы. Нет нарушений, нет. Это вот единственный пик, неизвестный. Потому что в стандартном растворе, по которому калиброван в данном случае прибор, его нет. То есть мы не можем сказать, какой это компонент. Кстати, сотрудники горводоканала не впервые встречаются с коллегами из штата Орегон. Есть идея, чтобы в Хабаровске использовать и американский опыт очистки воды. Что же касается мониторинга, местные специалисты отметили, данные американских и хабаровских исследований совпали. Наталья Курченкова, Дмитрий Копиистов, Агентство губерния.